Это стихотворение Сая Гульбер-Леспек «Обращение к казахстанским полицейским». Она написала его, узнав о задержаниях этнических казахов из Китая, которые требуют освободить их родственников из заключения в Синьцзяне. Люди пикетируют консульство и просят помощи у казахстанских властей. Сая Гульбер-Леспек «Обращение к казахстанским полицейским». И жила там 13 лет. По её словам, в последнее время общаться с родственниками в Синьцзяне становится всё сложнее. Сая Гульбер-Леспек «Обращение к казахстанским полицейским полицейскимом». Сая Гульбер переехала с семьёй в Казахстан в 2008 году. Поначалу она долго не могла привыкнуть к новому месту. Скучала по своему дому в Китае. По её словам, из-за того, что её родители не знали русского языка, они были вынуждены заниматься тяжёлой физической работой. Саягуль говорит, что импровизаторский талант получила от бабушки по линии матери. Позже её способности заметила учительница в школе. Из девятого класса Саягуль участвовала в айтысах. Когда поступила на учёбу в Алматы, девушка стала принимать участие в крупных соревнованиях поэтов-импровизаторов. Саягуль затрагивала много тем, но также поднимала проблему коррупции в обществе и политзаключённых в стране. Айтыс Ватарау в 2019 году стал последним состязанием, в котором она участвовала. Халқын барда жасқам баймын, бәрі білкен кісі деп айтады ғой, Назар Ваев пен Тоғаев. Согысының атын атап сынайдуға болмайды деген кәдім, тапсырма келген болады. Бірағында Тоғаев Мұрза соғызде ең алаш белке келіп атқан президент бол. Саягуль продолжила свой путь айтыскера в Ютубе и Инстаграме. В двух платформах она открыла страницы под названием «Айтыс Маса» и поднимает там различные общественные проблемы. Девушка Акын критикует депутатов, говорит о недостатках системы, заявляет о краже голосов избирателей во время выборов. В соцсетях немало пользователей, которым не по душе критика Саягуль. Саягуль хочет вновь вернуться на сцену и участвовать в айтысах. Но, по её словам, не видит смысла участвовать в соревнованиях, где есть цензура. Сейчас, как она пишет на странице в соцсети, она продолжает поднимать острые проблемы.